Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости моих окружающих. Решила с вами поделиться проблемой, большой проблемой нашего села. У нас по полгода не бывает воды на верхних этажах, начиная с 6 и по 9. И вот к нам сейчас в очередной раз приехала телевидение. Давайте послушаем наше телевидение. Я вышла с проблемой, что мы сколько лет живем, мы уже 37 лет живем, но 35 лет у нас точно уже нет этой воды. Вот я писала такое, что 35 лет мы мучаемся верхние этажи без горячей, то есть без холодной воды и горячая проблема у нас, да, и горячее водоснабжение. Значит, к комод мы только не обращались. Мы в местные органы власти наши обращались, мы в район обращались, к водоладскому обращались, мы к Путину обращались на прямой эфир. Но или же до Путина не дошло это, хотя нам говорили, чтобы ответ обязательно получил. В течение двух лет ответа от Путина нет. Мы повторно сейчас отправили, прямо на сайт Путина отправили тот же самый вопрос. Правительство Ростовской области, министерство ЖКХ Ростовской области, администрация Азовского района, они все утверждают на то, что мы должны, собственники, поставить эти мини-насосные станции. Только в том случае у нас будет тогда водоснабжение. Это в каждом доме, потому что, как я уже говорила, что если только один дом поставит насосную станцию, то следующий дом за этим домом по ветви, он будет без воды, и нижние этажи будут без воды. Если все дома поставят насосные станции, они предусмотрены на это проект, не выдержит наша система. Потому что у системы, когда я консультировалась, то объем трубы, он не такой значительный для того, чтобы подавать такой напор воды. Это раз. Давление водоканал дает 2,6-2,8 бывает такое днем от вода. Естественно, никакой насос не поднимет. То есть нет запаса воды для того, чтобы поднять эти насосные станции, подняли эту воду к нам. Нет, я не прочитывали. Это только установка. Нет, у нас там быстрая станция, да, с установкой. Нет, это установка, обслуживание, потом еще. Ну, они еще говорят об администрации, кроме установки водоснабжения. Что-то еще какие-то решения предлагают? Вот администрация Лубского района написали, что якобы 2,6-го заседала комиссия именно по полешевке перебоя и водоснабжения. И они тоже предлагают, но они написали, что несколько вопросов, но только пишут. От и до установки дополнительных внутридомовых насосов до приобретения умной системы, контролирующей напор в режиме реального времени. По идокам работы комиссии специалисты должны выбрать оптимальный вариант, который обеспечит бесперебойное снабжение села на ближайшие перспективы. С апреля 2021 года в рамках регионального проекта «Чистая вода» начнется проектирование и строительство новой системы водоснабжения в Кулишевке. То есть в 2021 году в апреле только будет проектирование, но проекты у нас будут составляться за месяц, за два, пока не все инстанции пройдут. Ну, может быть, год, лет через пять мы, может быть, дождемся этой умной системы. И будет ли она на самом деле, мы уже не уверены. Потому что проблема, да еще сам Семовский нам на собрании говорил, что проблема еще в чем, что основная насосная станция, которая находится в Александровке, она разграблена. На ее восстановление необходимо 10 миллионов. Таких средств у нас сейчас нет. Это был ответ, да, на собрании. Поэтому вот проблема, да, еще и в этом заключается. Я как бы не утверждаю, что поливают частный сектор, поливают дачи, подключены заводы плюс к этой системе, а другого нет варианта подкачивать нам еще. Все. Жили, как и будем жить, да? Вот, вот это, да. Ну, то же самое, то же самое. Ну, то же самое. С 17-го года те же самые отписки все идут, да? Как вас зовут? Алина Николаевна. А, нет. Саша Матрусова-6. Те же самые отписки с 17-го года. Вот, мы начали писать, и водолазки нам давал, и прокуратура, и министерство, и лично. В общем, они все на то, чтобы сделать эту подкачивающую насосную станцию. Вот, да, 10 миллионов надо, они включают. Вот, бюджет они залаживают с 18-го по 20-й год. Но, опять-таки, это как подкоперку, как у всех. Нету, у них уже с 20-го по 21-й и пошло, и пошло. То есть, все отписывается, все на месте. Скорее, я понимаю, вам уже вот это не знаете, на своем образе. Да, 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 да. От всех у нас уже есть. От всех. У каждого старшая дома может показать, сколько воды нету, да. А на каких этажах проблемы у вас? Ну, начинается с 6-го, да, девочки? С 6-го. С 6-го этажа начинается проблема. Не говорите за всех, не говорите за всех. Вот именно. За всех не говорите. Нету, да. Хорошо. Ну, так что ж теперь делать? Водник есть, а в двух нет. А вы сейчас ходите и проведите. Да, теперь есть возможности? Тихо. Да, 1-го июля, наверное, у них было. Да, ну, у кого есть вода, пусть уходит отсюда. Да. На денег, на что-то. Просто понапивались, то еще. Сегодня нету, хотя нету, уже нету. Ее время, пока мы ждали. В любом году, прямо как никогда. А там праздник, а я не могу. Что тут, жильцов? Самое интересное, что это касается выборов, что это касается 12-го праздника. Да, да, да. Вы нам с 1-го июляли, что люди не поддержат никаких праздников, не пойдут на выборы. А вы и такие говорили. А зачем нам выборы? Правильно, правильно, да. Потому что у нас нет, дайте нам воду. Сегодня сказали, что вы, по-моему, еще не делали, но я уже с переборами, но сук. Значит, могут, это все пресня, самое натуральное. Не отвечайте за себя лично. Вот сегодня в этом, нам-то, я-то. Ну, у вас есть вода, и все, вы, а вот я. Вода идеальная, и у вас. Вода на тревоге. Вы сегодня, вы, 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 вы. Могут, проявление, я звонила, я звонила, вы, 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 вы. Какой воде, вы Не надо, вы, 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 вы. Все понятно. Это самое у нас происходит на Луне, где не выставляет. Мы также писали жалобу к Генеральной прокуратуре. Нам пришла отписка о том, что данный вопрос рассматривается. Выявлены нарушения на четырех приложениях и отправленных расходов. Комиссарская область отписала нам о том, что они сейчас ведут проверку по данной жалобе. Ответа пока нет. Вода сегодня действительно шла где-то часов до четырех. Как раз перед вашим приездом. Без 15.5 ее на девятом этаже точно нет. По крайней мере на рейме на 295. Соответственно, тоже люди негодуют. Последний раз мы сидели практически два дня без воды. У нас это было с пятницы на субботу. Нам сказали, что сейчас там какая-то аварийная ситуация. Соответственно, в 12 нам сообщают, где-то без 10.12 приходит сообщение о том, что воды не будет до 4 утра. Я представляю, люди, которые сидели полтора суток без воды, им сообщают, что они еще столько же просидят без воды. То есть это было... 4 утра ее не включили. Не включили. А я после обеда где-то только. Да, пол первого, там 37 минут первого было, потому что я уже начинала звонить в министерство ЖКХ. Она горячая линия отвечает. У вас эта проблема постоянная. Что вы жалуют? Звоните вас в дом. Звоните вас в дом. Скажите, а проблема, она... Вот с какого времени она начинается? С апреля. С апреля месяца, это как только будет... И по октябрю учительную. Она начинается, совершенно верно, как только отключается отопление, то есть начинается разбор воды более усиленный. И, соответственно, эта проблема где-то будет длиться до конца сентября. С апреля по сентябрь. То есть мы практически по полгода живем от отопительного сезона до без горячей, без горячей. У нас отопление отличается и горячее. У нас все, а потом... Там два-три года, как можно сказать, включая, и сразу проходит вода и... Да, вода отключается, а у нас стоит по полгода. Что говорить, вам все сказали? Я хотела сказать, что здесь идет обыкновенный конфликт самому知алом после недели. Мы мне сказали, что они в долгах по уши, поэтому Они не прикрывают где-то воду, где-то в водоконавтик. Уже приказы не прикрывают вам дома. У них нет вариантов, чтобы не сказать вам. Во-вторых, есть нормы на предоставление услуг. У нас есть поставщик услуг. Скажите, мне женщин не видно. В конце концов, говори о расширении каких-то цифровых возможностей. А у нас примитивные бытовые наши потребности просто не закрываются. Счета заводов приходят исправно? Это да. У нас счета по счетчикам же в основном. Мы платим только те люди, у которых нет счетчиков, либо которые не прошли поверку. А те люди, у которых счетчики исправны, пошли поверку, мы платим по счету. Есть нормы на предоставление услуг. У нас есть поставщик услуг. Саша, дайте мне женщин не видно. В конце концов, говори о расширении каких-то цифровых возможностей. А у нас примитивные бытовые наши потребности просто не закрываются. Счета заводов приходят исправно? Это да. У нас счета по счетчикам же в основном. Мы платим только те люди, у которых нет счетчиков, либо которые не прошли поверку. А те люди, у которых счетчиков...